Время мирное, но мы всегда солдаты на войне, объявленные огнём. Так говорят о себе и своей работе пожарные. Они всегда на передовой. По периметру, вдоль забора, была такая дорожка. Деревья тогда маленькие были, и мы вот так бегали. А сейчас я бегаю около стадиона. В любое время года, в любую погоду Василий Нягин здесь, на стадионе Олимпийский. Ветеран пожарной службы привык к физическим нагрузкам. За 40 лет работы приходилось при чрезвычайной ситуации быстро взбираться по выдвижной лестнице и ориентироваться в густом дыму и спасать людей. Василий Николаевич много лет возглавлял республиканскую пожарную службу. Выезжал на самые крупные ЧП. На личном счету офицера сотни ликвидированных возгораний и спасённых жизней. О своей службе Василий Николаевич рассказывает откровенно и без прикрас. На уроках мужества вспоминает пожар на канадской нефтебазе, когда произошёл взрыв насосной станции и загорелся резервуар. Бойцы канадского гарнизона и сибоксарского гарнизона действительно работали, ну, насмерть нельзя сказать, приближённые вот к этому. Люди падали, но никто не ушёл в свои позиции. Произошёл взрыв, там кровь рухнула, никто не убежал. Тогда, в августе 1993 года, Василий Николаевич впервые предложил опробировать комбинированную схему тушения. Сработало. Огонь победили с помощью пены и порошка. Через три года он участвовал в ликвидации экологической катастрофы возле посёлка Мыслец в Шумерлинском районе. 13 вагонов с дистопливом, 3 с фенолом опрокинулись рядом с деревней. Этот большой костёр видели не только жители Чебоксар. Зарево пожара было видно и в Казани, и в Нижнем Новгороде. В ликвидации аварии тогда участвовало более 600 человек. Отвага, самоотверженность, готовность рисковать жизнью – это про Василия Нягина. Самые лучшие воспоминания – это, конечно, про первую награду – медаль за отвагу на пожаре, которая была учреждена именно президиумом Верховного Совета СССР и РСФСР. Был пожар рядом с пожарной частью на проспекте Мира, проспект Мира-2. Тогда это было общежитие профтехучилища агрегатного завода. На четвертом этаже возник пожар, ремонтные работы были. И где-то там 50 человек жили. В три утра наряд милиции видят, что дым валит. Мы, поскольку рядом находимся, прибыли. Вытащено, в буквальном смысле, 36 человек. Среди них почти половина детей. И грудной ребенок был. О горячих буднях огнеборцев лучше любых слов расскажут вот эти живые экспонаты. Все они собраны в музее пожарной охраны. Василий Нягин со своей частью оборудовал вот этот зал пожаротушения. Почему этот зал? Люблю. Потому что это и моя служба, и моя жизнь. Ну, естественно, и моих друзей, и наших бойцов. Всегда вот улыбаюсь именно на третьем этаже нашего музея. Поскольку здесь почти все сделано бойцами пожарными шестой пожарной части. Каждый раз, бывая в музее, ветеран проверяет работоспособность экспонатов. Он очень проходимый. Очень проходимый. И самое главное, в обслуживании, ну, идеально для людей, когда вот ничего нет. И вот кальбратор не работает, его ткнул или что-то делал, он работал. Нету бензина. А деколон можно было ездить. Но деколон тогда очень дорогой был. Да, вот с кемидаром заправляли. Я беру обороты. Все. Я на второй передач. Все, на третий. Все, мы поехали. Уже ветер за нами гонится. Василий Нягин из династии огнеборцев. Из всех профессий в семье выбрал единственную, лишив тем самым себя навсегда права на страх. А сегодня, в преддверии уже Дня Защитника, конечно, я тоже отдел. И пользуясь случаем, я своих пожарных, сотрудников, из кем я работал, поздравляю от души с наступающим праздником Дня Защитника Отечества. И всем желаю здоровья, удачи, благополучия в семье.